Это одна из самых спорных страниц в истории России. Считается, что восстание Емельяна Пугачёва в 1773 году было одним из самых знаменитых восстаний в истории России. Ну, это если не считать восстание большевиков 1917-го. Пугачёвский бунт был достаточно успешным для восставших. Им удалось захватить обширные территории и удерживать их почти полтора года. После чего восстание было подавлено. Его руководитель схвачен, доставлен в Москву и предан публичной казни. Казалось бы, на этом история Пугачёвского бунта должна была завершиться и представлять интерес лишь для историков. Но не тут-то было. Оказывается, материалов по этому эпизоду русской истории сохранилось не так много. И к тому же большая их часть была сразу же засекречена. Позже даже Пушкину, пишущему историю Пугачёва, ознакомиться с архивами не дали. Да, и в наши дни эти материалы являются тайной за семью печатями. Несмотря на то, что с тех пор прошло реально много времени. А значит, в этой истории есть что скрывать от широкой публики. Но что же это могло быть? Предположений, имеющих право на жизнь, немало. И многие из них подтверждаются авторитетными источниками. Итак, почему же на дело Пугачёва опущена завеса секретности? Может быть потому, что так называемое восстание было на самом деле гражданской войной в России 18 века? А может быть это была война Московии с независимой Тартарией, предводителем которой был Пугачёв? А может быть не было никакого Пугачёва, а был царь Пётр Третий? Или вдруг Пугачёвский бунт был иностранной специальной военной операцией? Такой же, как и восстание большевиков. Эта версия, кстати, активно муссируется в современной России. Да-да, мы поговорим об этом. А кстати, кто такой Емельян Пугач, знаете? И пугав Пугач над Уралом, писал Тарас Шевченко в поэме «Москальская крыныца» о тех временах. Может все-таки есть основания считать, что Емельян Пугачёв, он же Омелько Пугач, на самом деле был украинским казаком, предводителем казачьей вольницы, а восстание было национально-освободительной войной украинцев против московитов. Предположений великое множество, и многие из них настолько объективны, что могут быть абсолютной правдой. А давайте-ка попробуем разобраться, что к чему. Это будет интереснейший выпуск. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Дело о Емельяне Пугачёве по свидетельству Пушкина считалось важной государственной тайной и так и не было распечатано в 1833 году, когда Пушкин об этом писал. Здесь уместно напомнить, что Александр Сергеевич накропал историю Пугачёва, в которой, как он пишет, собрано всё, что было обнародовано правительством касательно Пугачёва и то, что показалось мне достоверным в иностранных писателях, говоривших о нём. Однако материалов Пушкину хватило лишь на сравнительно небольшую книжицу. Его история Пугачёва занимает всего 36 страниц в издании. При этом сам автор, по-видимому, осознавал, что его труд очень не полон, хотя он и старался разыскать всё возможное. Пушкин пишет «Будущий историк, коему позволено будет распечатать дело о Пугачёве, легко исправит и дополнит мой труд». Общее впечатление от истории пугачёвского бунта в её романовской версии и в пушкинской истории Пугачёва таково. Правительственные войска Екатерины II якобы без особого усилия громят неорганизованные беспорядочные шайки Пугачёва. Пугачёв бросается в бегство, но почему-то его бегство направлено в сторону Москвы. В источниках пишут так. Против мятежников активно действовал лишь Михельсон. Он бросился против пугачёвцев в горы, нанёс им поражение. После этого поражения Пугачёв берёт Казань. Далее. К Казани приближался Михельсон. Пугачёв пошёл навстречу ему, но потерпел неудачу и отступил к Казани. Здесь произошло новое сражение, в котором мятежники потерпели полное поражение. Что же делает после этого наголову разбитый Пугачёв? А вот что. Пугачёв переправился через Волгу и пошёл к Нижнему Новгороду, имея в виду в дальнейшем двигаться на Москву. Движение мятежников в этом направлении привело в ужас не только Нижний, но и Москву. Государыня сама решила встать во главе войск для спасения Москвы и России. От этого решения императрицу отговорили. К этому времени война с Турцией была окончена. С фронта прибыл Суворов и был назначен начальником всех войск против мятежников. Известный автор истории войска Донского Евграф Савельев сообщает, что среди прочих 14 донских полков, взятых из действующей армии, сражались с Пугачёвым. Таким образом, даже из искажённой и почищенной романовской версии московской истории видно, что для противодействия бунту была мобилизована регулярная романовская армия. Причём возглавляемая не кем-нибудь, а лично Суворовым, то есть главным полководцем романовской армии той эпохи. И это понятно. Речь шла не о подавлении крестьянского бунта. Кипела крупномасштабная гражданская война между Западной Тартарией, то есть Московией, со столицей соответственно в Москве, и Восточной Тартарией, со столицей в Тобольске, где с обеих сторон были задействованы большие профессиональные армии с артиллерией и тяжёлой конницей. Между прочим, уральские заводы работали на Пугачёва и отливали для него пушки. Романовская версия истории убеждает нас, будто уральские рабочие взбунтовались и примкнули к Пугачёву. Но дело обстояло совсем не так. Уральские заводы в то время попросту принадлежали Восточной Тартарии, войсками которой руководил Пугачёв. Поэтому оружейные заводы и работали на него. Напомню, «тартария» — это общий термин, использовавшийся в западноевропейской литературе и картографии в отношении обширных областей от Каспия до Тихого океана и до границ Китая и Индии. В новой хронологии Фоменко Тартарии отводится в важное место. А именно, аргументированно доказывается существование огромной централизованной империи, возглавляемой русскими ханами. От этой империи в XVII-XVIII веках откололась западная часть, известная европейцам как Московия. Столица же основной восточной части империи оказалась в Тобольске. Соответственно, восстание Пугачёва было на самом деле гражданской войной между западной и восточной частями Тартарии, закончившейся разгромом и завоеванием последней. Миф о крестьянском восстании и все прочие детали были затем фальсифицированы победителями во главе с Екатериной II. Современной российской историографией новая хронология считается псевдонаучной, в то время как романовская версия истории, сочиненная Миллеровским историческим департаментом Екатерины II, почему-то считается научной, хотя доподлинно известно о грубой фальсификации истории императрицей. Именно Екатерина сочинила в частности миф о том, что Киевская Русь является якобы прародительницей Московии. Для этого была уничтожена или скрыта за семью замками первоначальная летопись повести временных лет. Напомню, что то, что мы знаем сегодня как повесть временных лет, это всего лишь отредактированный пересказ оригинала, который, как нам говорят, не сохранился. Для тех, кто хочет подробнее узнать про фальсификацию истории Екатериной II и про ложь русских летописей, на канале есть целый ряд материалов на эту тему. Смотрите ссылки в описании к видео. В романовской версии истории нам предлагают считать, будто Пугачев незаконно назвал себя царем Петром Федоровичем, то есть Петром Третьим Романовым. Входя в города, Пугачев издавал царские манифесты. Очень показательно, что когда Пугачев брал города, его радостно приветствовали не только простые люди, но и духовенство и купечество. Вот, например, 27 июля Пугачев вошел в Саранск. Он был встречен не только черным народом, но духовенством и купечеством. Пугачев приблизился к Пензе. Жители вышли к нему на встречу с иконами и хлебом и пали перед ним на колени. Далее. В Саранске архимандрит Александр принял Пугачева со крестом и Евангелием. И во время молебствия на Ектении упомянул государыню Устинию Петровну. То есть архимандрит назвал имя другой царицы, не Екатерины Второй. По-видимому, речь шла о царице Восточной Тартарии. Хотя романовская версия истории считает государыню Устинию Петровну простой казачкой, выданной замуж за Емельяна Пугачева. На основании своих изысканий Пушкин делает следующий вывод. Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало. Не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Скорее всего, сегодня мы не узнаем подлинного имени Тобольского царя хана того времени и подлинного имени предводителя русско-ордынских войск. Имя Пугачев, вероятно, было просто придумано романовскими историками. Или же был подобран простой казак с таким многозначительным именем. Ведь нельзя не видеть, что Пугачев – это просто пугач, пугало. Точно так же романовы подобрали подходящую фамилию и для царя Дмитрия Ивановича, якобы тоже самозванца, как они это старательно изобразили. Ему дали фамилию Отрепьева, то есть попросту Отрепье. Мол, вот кто покушается на царскую власть. Вор Отрепье Пугач. Цель совершенно ясна – выработать отрицательное отношение к этим людям, подчеркнуть очевидность их самозванства. Все это – понятный психологический прием пропагандистов. Между тем, Пушкин сообщает, что яицкие казаки, воевавшие на стороне Пугачева, утверждали в то время, что между ними действительно находился некто Пугачев, но что с государем Петром Третьим, имя Петра Третьего здесь, конечно, добавил сам Пушкин, имя предводительствующим, ничего общего не имеет. Другими словами, яицкие казаки отнюдь не считали, что казненный романовыми Пугачев был их предводителем. Они говорили о каком-то царе. Каком именно, сегодня мы вряд ли сможем установить, пользуясь романовской версией этих событий. Естественно, романовы больше всего старались убедить весь мир, что никаких других царей, кроме них самих, на Москве нет и быть не может. Кстати, сам Пугачев, по свидетельству Пушкина, на вопрос ведущего следствия Панина, как смел он назвать себя государем, ответил уклончиво, в том смысле, что это не он. Ясно, что произошло. С целью доказать всему миру, что война с Восточной Тартарией была просто подавлением крестьянского бунта, в Москве казнили простого казака, назвав его царем-самозванцем, чтобы всем было очевидно, что этот простой казак царем, конечно, не является. Пугачева четвертовали. На скрепной Москве не гнушались изощренных казней. Более того, к исполнению смертных приговоров подходили серьезно, основательно. Чтобы последние минуты или часы жизни преступника показались ему самыми ужасными, казни выбирались наиболее изощренные и мучительные. Можно было бы сделать лирическое отступление и рассказать о самых распространенных казнях на Москве. Но YouTube сразу же ввел бы ограничения для этого видео, поэтому мы сделали отдельный специальный выпуск и выложили его на нашем Патреоне. Подписывайтесь на Патреон и смотрите множество нашего дополнительного видео. Здесь собралась уже внушительная коллекция. Ссылка в подсказке, в описании и в первом комментарии. Поехали дальше. Суд над Пугачевым происходил в Москве, в тронном зале Кремлевского дворца. Если бы Емельян Пугачев действительно был простым казаком, самозванцем, главарем какой-то банды, неужели его бы судили в знаменитом тронном зале? Вроде бы как не по чину, не тот ранг. А вот если в его лице Романовы осуждали своего врага восточную Тартарию и праздновали победу над ней, то символический выбор именно тронного зала в Кремле становится совершенно понятным и даже в определенном смысле необходимым. В 1775 году российское правительство запретило упоминать даже имя Пугачева. Зимовейская станица, где якобы родился Емельян Пугачев, была переименована в Потемкинскую. Реку Яек переименовали в Урал, а Яицкое казачество стало именоваться Уральским. Волжское казачье войско было расформировано. Была ликвидирована Запорожская сечь. По приказу Екатерины II все события этой войны были преданы вечному забвению и глубокому молчанию. А знаете, что является самым любопытным в теме нашего разговора? Взгляд сегодняшнего записного патриота России на фигуру Пугачева и события с ним связанные. И этот взгляд магическим образом переплетается с отношением к чему бы вы думали? К украинскому Майдану. Да-да-да. А также к большевистскому перевороту 1917 года. И Пугачевское так называемое восстание, и Октябрьская революция, и Украинский Майдан в представлениях российских ура-патриотов являются событиями, подготовленными странами Запада. Вот так вот. Чтобы не быть голословным, просто приведу несколько цитат из материала канала «История России» на Яндекс.Дзен. Между прочим, с полумиллионной аудиторией подписчиков. В Пугачевском восстании явно прослеживаются следы вмешательства иностранных разведок. И чтобы понять, каких именно, нужно задать простой вопрос, кому было выгодно это событие 1774-1776 годов. О Польше уже говорилось. Хорошо известно, что в штаб восстания входили польские офицеры, недовольные произошедшим в 1772 году первым разделом Польши. А следующий выгодополучатель – блистательная порта, как тогда называли Турцию. Вторая половина XVIII века – время практически ее беспрерывных войн с Россией, в результате чего были потеряны огромные территории при Черноморье, включая и Крым. Да, оказывается, Крым они потеряли, а ничего, что Турция просто вернула свое. Ну ладно, продолжим. И разумеется, в турецких интересах была организация беспорядков внутри своего военного и геополитического противника, с целью подорвать его быстрорастущее могущество. Поэтому факт финансирования Турции восстания Пугачева удивление не вызывает, и на сегодняшний день он полностью доказан. Где доказан, кем доказан? Такая же точно лапша, как и проукраинский Майдан с газдеповскими печеньками. Но за спиной османов стояла вполне европейская страна – Франция, которая с тревогой наблюдала за усилением Российской империи. Каким усилением? Кому она нафиг была нужна? И не просто наблюдала, а всячески препятствовала этому, в том числе и руками других. Именно с этого времени она становится фактически союзником Турции, всячески подталкивая ее к новым войнам. И попутно выделяя немалые средства на то, чтобы вредить России изнутри. Обратите, кстати, внимание на грамматические ошибки в этом тексте. В том числе поддерживая Пугачева, которому было выделено не менее 50 тысяч франков. Политика – дело тонкое и грязное. Именно поэтому сразу после подавления восстания и казни Пугачева, Екатерина II засекретила все собранные следователями по горячим следам материалы, относящиеся к этим событиям. Слишком уж серьезные последствия имело бы предание их гласности. Да и сегодня, похоже, открытие дела Пугачева перевернуло бы многие устоявшиеся десятилетиями исторические стереотипы с непредсказуемыми политическими последствиями. Ведь ниточки, которые тянутся к самозваному Петру Третьему, могут вести в слишком уж опасном даже сегодня направлении. Вот такой вот замечательный текст. Знаете, я до сих пор дрожу под одеялом, как только подумаю, куда, куда могут вести ниточки. Шутки шутками, но факт остается фактом. Всегда и во все времена в головы россиян вбивают одну мысль. Народные волнения, восстания и революции – это всегда дело рук зловредного Запада. Россиянам ведь настолько распрекрасно живется, что они в жизни помыслить не могут о высказывании какого-либо неудовольствия. Украинский Майдан тоже выгодно представлять спланированным и осуществленным Соединенными Штатами Америки. Ведь если рассказать россиянам правду о развитом украинском обществе, то ведь тогда и они тоже захотят сами вершить судьбу своего государства, нарушив сакральную неприкасаемость российской власти. А этого допустить Кремль уже никак не может. Что, если я вам скажу, что такая яркая историческая фигура, как Емельян Пугачев, был на самом деле украинцем Амеляном Пугачем? Вечная малороссийская склонность к неудовольствию. Эта черта Амелька Пугача была выделена в материалах Следственной комиссии после его коварного ареста, и именно эту черту российские каратели считали одной из главных причин бунтарства этого украинского казака, пытаясь не замечать других социально-политических. Амелян Пугач родился 250 лет назад, как отмечено в официальном заключении Оренбургской тайной следственной комиссии от 1774 года в казачьей малороссийской зимовейской станице. На допросе же в ноябре 1774 года он сообщил, что его дед Михаил был донской армией зимовейской же станицы казак, и фамилия была ему Пугач. Между прочим, в этой же украинской казацкой станице зимовейской, где-то за 100 лет до Амелька Пугача, родился другой главарь восстания против царизма, знаменитый Степан Разин. Разя, тоже украинец. Следует заметить, что украинцы составляли значительную, если не большую часть населения Дона. Как отмечал исследователь Бронштейн, уже в 1638 году на Дону насчитывалось более 10 тысяч черкас, украинцев. Да и название столицы донского казацкого войска Черкасск говорит само за себя. Черкасами когда-то называли украинцев. Украинцы преобладали также в волжском казацком войске. Значительная часть их была и в терском, и яицком казачьих войсках. Поэтому закономерно, что когда 18 сентября 1773 года на Яйке, то есть Урале, вспыхнуло восстание под предводительством Амеляна Пугача, то украинцы были основной его ударной силой. Вот несколько фамилий активных соратников Амелька Пугача, а их можно назвать сотни. Мелещенко, Заклиста, Журба, Новиковский, Кормацько, Шарвановский, Журбинский, Стадола, Криворученко, Черваченко, Величко. Почти тысяча украинских казаков перешла на сторону повстанцев весной 1774 года из русской карательной армии, посланной на подавление восстания, которой командовал генерал Бибиков. Пугачевцы появились и в Запорожье. Как сообщал епископ Феодосий, в январе 1774 года на Запорожье были пугачевские полковники Емельянов и Стадола, призвавшие казаков присоединиться к восстанию. Тот же епископ Феодосий писал, Весной 1774 года в соседстве с проживающими здесь запорожцами присоединились несколько бурлаков из пораженной пугачевщины. Да и сам Амелька Пугач после поражения собирался пробраться морем к запорожским казакам. Кто знает, какова была бы будущая судьба Украины, если бы российское правительство, спешно заключив мир с Турцией, не послало против повстанческой армии Пугача свои лучшие войска, а предатели не захватили и не выдали карателям своего атамана. Восстание под предводительством украинца Амелька Пугача испугало русскую царицу Екатерину II. Именно после этого она решила уничтожить Запорожскую сечь, этот рассадник бунтов и неповиновения, островок свободы в море абсолютизма, поняв, что пока будет в Украине сечь, то будет жить и Украина. Через полгода после казни Амелька Пугача русские войска коварно захватили и разрушили Запорожскую сечь. Следовательно, так называемую крестьянскую войну под руководством Емельяна Пугачева, крупнейшую в истории Российской империи, можно вполне считать и украинским восстанием против поработителей, одним из важных этапов трагической истории украинской освободительной борьбы. Каждая перечисленная версия истории Емельяна Пугачева имеет право на жизнь. Кроме такой упоротой, как то, что Пугачева спонсировал и поддерживал Запад. Это уж очень укладывается в альтернативную, но прокремлевскую версию событий, очень актуальную сегодня в свете современной истории. Задумайтесь, почему на всех несогласных в России теперь навешивают ярлык иноагентов? Да потому что эта нехитрая схема, к сожалению, работает. Россияне почему-то кушают подобное, не задумываясь. Навязывается мысль о том, что возмущаются в России только те, кому за это платят западные структуры. Поэтому и никакой Пугачев со товарищей не мог просто так выступить против царской власти, а только лишь как иноагент. С того времени, как Пушкин писал свою историю Пугачева, никакой новой архивной информации открыто не было. Поэтому его послание будущим историкам об изменении и дополнении его труда остается открытым. В России до сих пор многие архивные документы засекречены, потому что считается, что их раскрытие нанесет вред государственным интересам. Это можно понять, когда речь идет о событиях даже 70-летней давности. Еще, например, могут быть живы некоторые участники событий тех лет. Но почему засекречены архивы касаемо Емельяна Пугачева? Или той же революции 1917 года? Остаются недоступными для исследователей многие документы, относящиеся к деятельности высших органов государственной власти СССР с 30-х по 80-е годы, особенно периода Второй мировой войны. До 2044 года засекречены архивы НКВД, относящиеся к большому террору 1930-х. Так что правду об этом трагическом времени удастся раскрыть в лучшем случае детям ныне живущих исследователей. Но это не точно. Единственная причина, по которой официальная Россия не решается рассекретить архивы, это глубочайший страх перед собственным народом. Ведь если россияне узнают всю правду, то вся так скрупулезно создаваемая сакральность российской власти пройдет как с белых яблонь дым, и Россия в своем нынешнем виде просто перестанет существовать. Хотя сегодня существованию России более актуальна другая угроза со стороны ВСУ, вооруженных сил Украины. Потому что такого удара по скрепам Россия не получала уже очень и очень и очень давно. Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Patreon. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией YouTube спонсорства. Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!